Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас приветствовать. Если возникнут в процессе нашей беседы, онлайн-беседы, какие-то вопросы, пожалуйста, в чате задаем. Сегодня я хотела бы представить вам презентацию с докладом на тему детская журналистика как эффективное средство познавательного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тема достаточно актуальная, даже если она будет рассматриваться в разные периоды. На мой взгляд, под разным углом, под разными точками зрения представления этой универсальной темы будет всегда актуальна по одной простой причине. Дело в том, что эта тема базируется на одной из главных составляющих развития речи ребенка, указанных возрастов, это развитие идеологической речи, которая как для логопедов, так и для педагогов младшего школьного звена, так и для воспитателей остается и оставалась очень актуальным вопросом. Позвольте еще раз представиться. Эльвина Ахнафна-Салихова, профессор кафедры инновационных техно-языковой коммуникации, теперь уже нового вуза Уфимского университета науки и технологий, который совсем недавно образовался в результате слияния двух вузов. Вот такие оптимационные процессы у нас происходят. Ну вот, продолжая разговор об актуальности темы, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что априори уже всеми нами воспринимается, что речь – это, безусловно, очень важная психическая функция человека, поскольку именно в этой области индивид, личность, в том числе и в таком возрасте, который нас с вами интересует, проявляет себя в сфере познания, самоорганизации, развития. То есть идет структурирование личности уже, которая себя проявляет в дальнейшем процессе социализации и реализации в социальной жизни. Это идет и формирование внутреннего мира именно через диалог, как одной из составляющих очень сложного многогранного процесса, который мы именуем с вами как общение. Диалог позволяет выйти на контакт с другими личностями, на сферу других миров. Я имею в виду мир языковой, прежде всего, и еще шире, если говорить, то это мир культуры. То есть и творчество, познание, саморазвитие обязательно базируется на таком цементирующем качестве, как диалогическое общение, то, что оказывает очень существенное влияние на вовлечение в сферу внимания педагога, логопеда или воспитателя, когда мы с вами говорим, конечно же, о проблемах речевого развития дошкольника или младшешкольника. И, на мой взгляд, детская журналистика – это одна из таких вот техник, которая способствует тому, чтобы дети понимали свою значимость, ответственность, воспринимали гордость за общее дело, поскольку все они, вот, благодаря этой технологии, вовлекаются в образовательный процесс, причем сюда же можно вовлечь в разных ипостасях и на разных этапах проекта родителей. И вот, судя по тому материалу, который мне удалось подобрать в сегодняшней нашей встрече и по собственному опыту, вот, популярность этой технологии, она возрастает как раз в связи с тем, что количество участников технологического процесса увеличивается. И, говоря об этой технологии, мне бы еще хотелось подчеркнуть, что это, прежде всего, конечно, инструмент для развития креативной личности, которая несет творческую и коммуникативно-игровую функцию. И одной из целей использования детской журналистики заключается, на мой взгляд, в том, чтобы помочь ребенку достичь успеха не только в общении, да, как раз построенном, еще раз повторяю, на диалоге с окружающими, но очень важным моментом является еще и умение взаимодействовать со сверстниками, младшими или старшими детьми, а также совершенствовать свою речь, познавать окружающий мир. И, наверное, в целом, если уж завершать вот такое, пусть немножечко мажорное вступление, но все-таки оно важное, направлять в целом траекторию развития личности маленького человека. Личности, которая включает в себе также и языковую, речевую или коммуникативную личности. Когда мы говорим о практической значимости проекта, мне бы, конечно, ну, помимо того, что я представила вам на текущем слайде, мне хотелось бы, конечно, задать вот такой небольшой теоретический вектор нашего сегодняшнего обсуждения. Дело в том, что вот как раз, говоря о развитии речи дошкольного и младшего школьного возраста, еще раз повторюсь, вот вопрос о диалогическом общении, он на сегодняшний день до сих пор, несмотря на то, что теоретическая основа дидактики и методики преподавания достаточно насыщена и богата нашими и зарубежными учеными, но вот вопрос этот о диалогическом развитии до сих пор остается открытым. Общение является необходимым условием формирования, как я уже говорила, личности в ее многогранном проявлении, но также ее сознание и самосознание. Почему? Потому что опять-таки это главнейший фактор психического и речевого развития ребенка, потому что эти вещи тесно взаимосвязаны. И обращаясь к проблеме диалога, особенно в рамках образования, неважно, это детский сад или начальная школа, мы обусловливаем вот эту взаимосвязь тем, что на современном этапе развития нашему социуму, конечно, нужна личность, которая открыта для диалога. Почему? Потому что готовность к диалогу, к одному из показателей, критериев сформированности человека, индивида как личности, вот этот показатель очень важен. Ну и на что указывают очень многие зарубежные, отечественные наши исследователи, в области психологии и речи, диалог – это сложная форма социального взаимодействия. И порой, как отмечают специалисты, участвовать в диалоге бывает гораздо труднее, чем строить монологическое высказание. Почему? Потому что обдумывание реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой речи. Поэтому участие в диалогическом общении требует сложных умений. Нужно уметь слушать, правильно понимать и воспринимать мысли, которые выражаются собеседникам, формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами родного языка, а в последующем и привлекать иностранные языки или языки межнационального общения, как скажем, в республиках. Менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия. Возможно, даже уже с этого возраста уметь на подсознательном, конечно, уровне, интуитивно использовать такие приемы воздействия, которые от природы уже дети чувствуют. Поддерживать определенный эмоциональный тон, следить, конечно же, за правильностью языковой формы. Здесь не без участия родителей и воспитателей, конечно, формирование правильной речи не может происходить. И слушать также свою речь, то есть отрабатывать некую рефлексию для того, чтобы контролировать ее нормативность. Ну и если нужно, если необходимо, вносить соответствующие изменения и поправки. Здесь очень уместно было бы еще напомнить слушателям о том, что при проведении ежегодных комплексных логопедических обследований отмечается, что вот тот уровень, когда дошкольники переходят этап от садового к младшешкольному возрасту, есть, имеются, к сожалению, некие речевые нарушения, которые являются показателями отставания от нормально развивающихся сверстников, обладения как раз навыками идеологической речи. Вообще, не дети порой затрудняются длительно поддерживать диалог. Вот эта недостаточная инициативность, она тоже связана с тем, что вот идет некий возврат к форме коллективного монолога. Вот наша задача как раз уметь поддерживать некий баланс, гармонию между диалогом и умением монологическим строить свою речь. Опираясь на опираясь на те материалы, которые имеются у нас в распоряжении, мы основываясь прежде всего на том, что в городе Заречный еще в 2014 году была проведена такая апробация достаточно успешная Елены Николаевны Медведевой, мы эту сюжетно-рулевую игру несколько в ином ракурсе представили сегодня вашему вниманию, естественно, оставляя костяк того, что вообще представляет собой эта игра, основанная на вот той технологии, которую мы именуем с вами как детская журналистика. Итак, сюжетно-рулевая игра «Мы журналисты». Она проводится с целью содействия установления вот таких компетентностей, перечисленных вам на слайде, и трансформация нами предложенной методики, конечно, связана с теми задачами, которыми я заявила в начале нашей встречи и в анонсе вебинара. Мне особо хотелось бы отметить то, что вот эта сюжетно-рулевая игра должна завоевать детское признание, во-первых, своим многообразием атрибутики и максимальной приближенностью по действительности, которую, конечно, должны обеспечивать организаторы такого мероприятия, которое рассчитано не на разовое, конечно, а на подготовительный этап, сам процесс проведения мероприятия и его анализ. Усвоив определенные знания, вооружившись блокнотами с опорными схемами ведения диалога, который вам будет чуть позже представлен, дети должны, во-первых, научиться брать интервью у заведующего детским садом, бухгалтера, повара или медицинской сестры, то есть здесь насколько возможности ваши предполагают развернуть это мероприятие в том масштабе, который вы продумаете. И один из приемов реализации этого проекта моделирования считается, конечно, присутствующие здесь логопеды подтвердят, что это очень эффективный прием развития речи в целом и в частности диалогической ее формы, поскольку замена вот таких словесных, вербальных, абстрактных образов зрительными значительно облегчает обучение, то есть моделирование с опорой на визуализацию. Вот с этой целью мы разработали такую схему подсказку в виде мнемотаблицы, вот он прием моделирования, который смеем вам предложить и, конечно, рассчитываем на то, что каждый из вас может творчески подойти в своей работе при использовании той методической разработки, которую я сегодня вам предлагаю, а именно мнемотаблицы для ведения диалога в форме интервью. Это, если хотите, такая вот подсказка, шпаргалка для организаторов проекта, для тех, кто пожелает после вебинара включить свою работу с дошкольниками старшего возраста и младшешкольниками в начальном звене. Вот такой следующий, здесь я зачитывать, конечно, не буду, те варианты речевых обращений, которые предлагаются, еще раз повторяю, это всего лишь варианты, которые могут, естественно, быть расширены вами в связи с поставленными целями и задачами именно вашего проекта под ваших учеников в соответствии с их особенностями развития, с их возможностями, о которых знаете только вы. Итак, следующий слайд, это примерно такая сетка, тематический план, тех мероприятий, которые на полугодие можно разработать в частности для проекта, который мы с вами обозначили как мы журналисты. Здесь, конечно, много предложено таких вариантных работ, начиная с того, как мы учимся представляться, это уже основы и этикета, и того, что мы начинаем подходить к обозначениям разных профессий, ознакомиться с пониманием, что такое труд взрослых, какие предметы в журналистику могут входить, то есть тот инструментарий, которыми располагает журналист. Для этого, естественно, масса упражнений подготовительных нами будет предложена, чтобы все вот эти этапы, которые обозначены в тематическом плане, могли вам пригодиться. Ну и, конечно, иллюстративный материал или техника фотографии, которая сейчас намного проще, и дети уже усваивают с помощью гаджетов, телефонов, встроенными камерами, и очень легко даже порой объяснение не понадобится для того, чтобы показать, что лучше, что хуже, потому что дети на примере уже осваивают вот такие элементарные даже в бытовом плане вещи, когда мы что-то снимаем, фотографируем и прочее. Ну и, конечно же, завершающим таким этапом, отчетным, скажем так, и самым креативным, творческим, на мой взгляд, является уже такое вот оформление газеты, которое может быть как в электродном формате, но вот в этом возрасте, о котором мы с вами говорим, наверное, все-таки лучше воспользоваться визуальными образами и привлечь детей вместе с их родителями для того, чтобы иллюстрации подготовить как итог поэтапный того, что с детьми было проделано, и это все увидеть. Всегда впечатляет, и ребята радостны, и всегда вспоминают о тех этапах, которые с ними были пройдены. Среди задач, которые я предлагаю максимально, кто-то может увеличить, кто-то сократить, вот среди перечисленных на слайде задач проекта, подготовленного для реализации, каждая, на мой взгляд, уже самоценно, сама по себе. Я бы ваше внимание обратила на 4-5 задачи, поскольку формировать умение выстраивать фразу в диалоге, уметь осмысливать воспринимаемое и правильно завершать фразу, это уже умение последовательно строить высказы. Это логические основы нашей с вами речи, которые, конечно, нужно закладывать уже в этом возрасте. Поправки, корректура, возможно, даже автокоррекция самих детей, это уже показатели, показатели, на мой взгляд, очень хорошие того, что процесс пошел. Процесс пошел, и вы знаете, что я всегда вот для себя в работе такого творческого характера ставлю девизом, даже какие-то отрицательные результаты, когда мы через ошибки, ошибки с точки зрения нас носителей литературного языка, с точки зрения нас взрослых, мы считаем, что это нарушение литературных норм, а вот с точки зрения того, как ребенок усваивает речь, его словотворчество, права, скорее всего, была Стелла Науна Цейклин, который говорил, что это не ошибки, это как раз творческий бум, который дети переживают. То есть не указывать на их ошибки, а именно корректировать и подталкивать их к автокоррекции, к тому, как должно быть в литературном языке. А вот эти все ступени, этапы, которые ведут методом проб и ошибок, это, конечно, тоже показатели того, как процесс пошел. Творческий процесс всегда не обходится без подобных вещей, и как ошибки их воспринимать нам, педагогам, можно формально, но с содержательной точки зрения это рост, это болезнь роста того, как мы осваиваем литературный язык. Согласитесь, дети все-таки учатся самоорганизацией, самодеятельностью, самоконтролем, и лучше всего это проявляется в диалоге, когда они даже могут сами себя поправлять за счет когнитивно-эмоционального развития, за счет контактирования межличностного, прежде всего, и восприятие также и медиаматериала, которому мы постепенно уже приносим вот этот творческий процесс. Уметь выражать собственную оценку. Согласитесь, не всем взрослым это дано, поэтому дети в своей непосредственности, они как раз умеют высказать то, что мы порой даже говорим устами младенца глаголит истина. Поэтому здесь, вот еще раз повторяю, каждый этап и каждое открытие с детьми нужно подчеркивать ценность этого материала, что всегда, конечно, будет давать вот такую мотивацию для последующих игр, из которых мы вот составляем этот проект. Вот со следующего слайда и далее то, что я буду вам предлагать, озвучивать, комментировать даже точнее, чтобы не повторяться в своем выступлении. Вот практически пошаговый алгоритм того, той методической разработки, еще раз повторяю, вариации которой, или трансформы, которые вы вполне вольны использовать в своей профессиональной деятельности. Итак, когда мы обозначаем цель, задачи и те необходимые атрибуты, которые в виде игрушек, в виде того, что легко можно найти вместе с родителями дома, принести, вооружиться, подготовить нам, это важно для реализации вот той игры, именно игровая форма важна в этом возрасте, проекта «Мы журналисты». Ну и я вот в конце здесь предлагаю, кроме творческих заданий, ну так называемых командировок, в кавычках возьмем, что это такое, чуть дальше я прокомментирую, и творческих отчетов, но вот еще раз повторюсь, выпуск такой детско-родительской газеты, например, вести там и «Солнышко», я не знаю, «Тюремок», или вот кого как называется «Детский садик», вы можете подобный формат взять на вооружение, как творческий отчет этого проекта. Вот здесь на этом слайде, продолжая методическую разработку, которую желающие смогут скачать, как говорил наш модератор сегодня, в виде презентации для себя, я обращу ваше внимание на вот те методические приемы, арсенал которых у вас, у каждого уже своя копилка с опытом работы собрано, я хотела бы обратить ваше внимание на моделирование, объяснение, беседы, вопрос, рассматривание каких-то материальных субстанций, вот те игровые упражнения, которые я дальше для реализации проекта вам предложу, вот эти дидактические игры, ну и образцы ведения интервью, схемы, которые в виде мнемотаблицы я вам предложила. Ну и вот, например, материалы для занятия, положим, первая часть, первая часть хода этого проекта, это разрезные картинки, такая игра, которую можно выбрать из изображений средств массовой информации, журналистов, орудий труда журналистов, камеры, фотокамеры, их одежда специальные и прочее, прочее. И вот каждую из картинок мы разрезаем подобно пазлам на 4 фрагмента, можно меньше, смотрите, как вам удобно, в зависимости от вовлекаемого в эту игру и в эти упражнения детишек, их возрастных особенностей. И вот каждая из этих картинок, она имеет ну, свою рубашку, да, отличительную, я в кавычки взяла это слово, то есть по цвету, когда мы пазл собираем, поэтому фрагменты картинок, которые располагаются на одном столе рубашками вверх, воспитатели, логопед, педагог предлагают детишкам подойти и брать разные фрагменты картинок. И затем уже дети, соответственно, идут к столам, обращая внимание, еще идут, потому что сидеть постоянно дети не могут, вот вспоминаем их психологические и психофизиологические особенности. И вот это вот движение по залу необходимо тоже обеспечить, но не хаосное, а вот именно целенаправленность тем, чтобы вот эти подгруппы детишек, по 4 человека, я думаю, достаточно 3-4 человека в группе, которые в составе таком вот течении занятия работают, и на столах они уже собирают эти пазлы в соответствии с цветом рубашек и делают вывод о теме того занятия, которое было проведено. Вот такой поисковый прием позволяет им, во-первых, всегда выдерживать в русле речи мыслительном, который мы с вами задаем, а воспитатель, логопед, конечно, всегда держит их вот в русле той установки, о чем наши занятия. Давайте мы узнаем это с помощью разрезных картинок. Далее. Часть вторая для реализации этого проекта можно предложить вот такую виртуальную дорогу в типографию. Ну, опять-таки, эта игра основана на развитии памяти и мышления, и внимания. Ну, предположим, можно заранее подготовить магнитную доску или виртуальную, может быть, у вас есть камеры и можно воспользоваться тем, чтобы иллюстрировать на доске, ну, то есть у кого какое-то техническое оборудование позволяет минимизировать ваши личные энергозатраты, было бы очень хорошо поместить, например, карту, где детский садик ваш, карта, вот этого вашего микрорайона, естественно, не всего до мнимой типографии, куда вы идете, да, и игра рассчитана, конечно, на умение работать с картой, а с картами мы уже играем и в квест-играх, и прочих других вот тех разработок, которые я вам и ранее предлагала, или вы посещали другие вебинары, то есть карта это уже вот некая мыслительная такая категория, которая очень легко детьми осваивать. Итак, смотрим внимательно на карту и помечаем путь виртуальный из детского сада, который, допустим, там красным, предположим, прямоугольником отмечен на вашей карте и прокладываем маршрут. Путь мимо, скажем, автобусной остановки, обозначим ее там синим треугольником, предположим, проговариваем детьми расположение на углу, там магазина, да, рядом с остановкой, обозначим там зеленым кружком, прокладываем далее маршрут, идем мимо банка, желтый круг и попадаем через какое-то время с детьми, можно, то есть количество предметов, пожалуйста, варьируйте, главное, чтобы они запоминали и знали, что где идет. Максимально приближая к действительности то, что рядом с вашим детским садиком находится, было бы очень замечательно. Пусть даже 3-4 элемента этого достаточно. Почему? Потому что план карта, который вы предлагаете детям, ну, скажем, на магнитной доске или еще с помощью технических приспособлений, вы с ними выкладываете на глазах. Это здорово. Это помогает им комментировать то, что вы идете, этот маршрут прокладываете. И после подробного ее рассматривания, опять-таки, комментарии детишек и воспитателя, детям предлагается ненадолго закрыть глаза и убрать одну из геометрических фигур. Что изменилось на нашей карте по пути в типографию? Фигуры можно убирать, заменять другими, менять местами, то есть все, насколько, опять-таки, позволяет ваше время и возможности, и, конечно, терпение детишек, время, которое мы тоже с вами рассчитываем. Следующее продолжение поэтапной реализации нашего проекта это часть третьей. Ну, предположим, мы добрались с вами до типографии. На третьем этапе уже более усложняем, как вы обращаете внимание, процесс нашей игры, можно вовлечь ребят в качестве юных журналистов или юных корреспондентов, предварительно, естественно, пополняем их активный лексикон такими единицами, как журналист, корреспондент и сообразовательные возможности языка показываем, что юных корреспондентов называют юнкорами. Воспитатель или ведущий логопед является главным редактором и работая в типографии, мы, естественно, первоначально определяем, какие же качества должны быть присущи настоящему журналисту, чтобы его слушали, чтобы его включали по телевидению, слушали по радио и так далее. То есть на то, чтобы дети максимально, опять-таки, подбирали синонимы, вот тот самый активный лексикон разрабатываем и пополняем воспитанный, вежливый, сообразительный и так далее. То есть вот все, что вы помогаете детям и дети вспоминают и вот такое семантическое поле качества журналиста мы формируем. Формируем, повторяем из занятия в занятия на каждых этапах и усложняем вопросы. Какую пользу приносит труд журналиста людям, нам с вами? То есть мы с помощью них узнаем новости со всего мира, или о том, что происходит в нашем районе, в нашем городе и прочее. А что необходимо для того, чтобы журналистам поработать? Конечно же, и хорошо заниматься, и уметь слушать, читать много книг, говорить красиво и так далее. То есть здесь уже, конечно, нужно уметь показывать знания и свои умения. И вот среди первых умений мы их плавно подходим к тому, что ребята, все хотим стать журналистами. Да, давайте поиграем в игру не ошибись. И вот когда вы называете слова, перечисляйте слова, допустим, то, что относится к журналистике, хлопаем в ладоши, то, что не относится, мы игнорируем. И опять-таки, задача наша с вами главная, пополнить активный лексикон. Можно даже с опорой, и нужно даже с опорой на какие-то визуальные вещи. Торт, видеокамеры, интервью, шприц, компьютер. Можно комментировать шприц, почему не относим к журналистам, или торт, почему не относим, какая профессия зависит. Чем больше вы вот это ассоциативное древо будете раздвигать и пополнять единицами языковыми уже в данном семантическом поле, это будет, конечно, здорово. Это через процесс игры, через фильтр положительных эмоций, безусловно, максимально должно запомниться детишкам и вызвать у них ответную реакцию в виде того, чтобы реагировать в последующем тем, что они запомнили. Четвертый этап проекта предполагает то, что мы с вами выбираем те картинки, которые уже изображают тот инструментарий, которым работает журналист, те орудия труда. Можно разделить на несколько групп детишек в группу, включить, давать им возможность советоваться и после какой-то максимально предоставленной им возможности обсуждать, это тоже диалогическое общение, уже принимать их ответ. То есть каждая команда брать те картинки, которые прикрепляются на мольберты, магнитные доски, скорее всего, и за каждый правильный ответ команды могут получать фишки, карточки, символы, какие-то значки для того, чтобы вот эти предметы им понадобились как юным корреспондентам в их будущей работе. можно также, если располагается временем и в процессе обсуждения это будет обязательно всплывать, для чего, например, ноты нужны, вдруг кто-то из детишек ноты свяжет с профессией журналиста, ведь это тоже своего рода открытие. Какие еще бывают журналисты по специальностям, политические обозреватели, те, кто работают с животными, какие еще передачи с детьми, скажем, родители дома смотрят, для того, чтобы предварительно уже иметь представление о том, какие еще журналисты бывают. Не просто общее понятие журналистика, но и еще их специальности. Следующая игра, этап игры уже непосредственно подводит к интервью. Можно первоначально до того, как мы начнем брать интервью наших окружающих, у бухгалтера или детской сестры или воспитателя в детском саду, можно попробовать взять интервью литературного героя из известных, уже прочитанных в плане изученных произведений. Также можно пользоваться всегда опорной схемкой, ее можно даже распечатать просто визуально, чтобы она была перед глазами. Первоначально можно, конечно, обсудить, кто из героев может претендовать на интервью и распределить. Распределить роли между собой. Кто-то будет звукооператором, журналистом или фотокорреспондентом, а кто-то сыграет роль литературного героя. То есть заранее продумать сценарии, ситуации и, естественно, вопросы, которые можно также попросить родителей помочь в формировке вопросов. То есть какие вопросы задать, с чего начать, с чем завершить интервью, при каких обстоятельствах с этим литературным персонажем мы встречаемся. Желательно, конечно, взять актуальных персонажей для детей этого возраста. Я думаю, для старшего дошкольного возраста Колобока тоже будет неинтересно, а вот то, что актуально для них и то, что вы изучаете, я думаю, здесь можно продолжить по горячим средам. Также можно ответы оценивать с помощью каких-то сюрпризов, потому что не забываем, что с психологической точки зрения любое достижение, которое мы еще и прикрепляем каким-то значком или блокнотом или ручкой и, естественно, уже обучаем основам рефлексии, то есть умение анализировать тому, что я сказал, что я сделал. А что тебе понравилось? То есть можно подчеркнуть вот те самые интересные моменты в интервью, которые у команды получаются, где дети сумели договориться и согласовать свои действия, это уже вот те позитивные вещи, на которые воспитатель обращает внимание и вот похвала, она, конечно, тоже должна присутствовать на всех этапах того процесса, который мы с вами, в который мы их вовлекаем. Далее. Далее. Заключительная часть вот такой сюжетно-ролевой игры рассчитана на то, чтобы мы давали оценку тому, что мы сделали. оценку важно делать самим детям. И уметь оценивать мы тоже должны их обучать этому. Почему? Потому что, во-первых, можно первоначально продолжить те же фишки, которыми награждали их, и попросить ребят отметить фишками красного цвета, допустим, то, что им понравилось, то, что было интересно. Фишками желтыми цвета, может быть, то, что не понравилось, то, что возможно их не совсем удовлетворило. И фишками синим цветом можно попросить детей оценить то, что вообще, может быть, не понравилось из того, что мы делали. Конечно, то, что дети желтые и синие фишки выберут, то тогда, я думаю, здесь нужно воспитателям обязательно с детьми поподробнее побеседовать. И если таковые ответы и оценки будут, прежде всего можно обратить внимание на то, какие ниши остались непроработанными в этом сценарии. Потому что одно дело взгляд на ситуацию и сценарий, который прорабатываем мы, взрослые, казалось бы, предусматривая вот все те детали, которые должны были бы учесть. И другое дело, когда глазами детьмы мы смотрим на тот же процесс, и возможно, что у кого-то синих и желтых фишек не окажется вообще. А возможно и появятся. И вот дать ребенку возможность как раз высказать, оценить почему, это тоже дорогого стоит. И когда я начинала сегодняшний вебинар, я вам говорила о том, что творческий процесс предполагает и отрицательный результат. Не нужно к нему относиться как к чему-то предосудительному. Это тоже показатель нашей с вами работы, который вот оценивается или может потенциально оцениться детьми таким образом. Ничего страшного в этом здесь нет. Наоборот, здесь тоже есть положительный момент и заключается именно в том, что мы их обучаем рефлексии. Мы даем возможность им высказать тот неприятный и может быть дискомфортный момент, который мог возникнуть на любом из этапов достаточно сложного процесса. Наша задача это проследить и хорошо, если профилактировать. Если нет, значит, в последующих этапах мы должны этот отрицательный момент каким-то образом компенсировать за счет того, чтобы положительные моменты в последующих этапах появились у детей. Отрицательный момент всегда может быть. Любая работа, мы уже нацеливаем детишек, она предполагает не только получение морального и такого удовлетворения, да, и психологический настрой детишек на то, что мы можем ошибки свои воспринимать философски, переживать. Это наш опыт, а опыт помогает нам дальше в жизни состояться и реализоваться. Вот, несмотря на то, что очень младший возраст таких детей, я все-таки за то, чтобы мы готовили наших детишек к взрослой жизни и вот к таким, ну, скажем так, моментам социализации, которые, ну, мы не озвучим и стараемся не озвучивать. Почему? Мы каким-то вот моментам, которые дискомфортно будут приносить в будущее, должны уже предусматривать эти вещи и уметь определять отношения детей для того, чтобы психологически правильно и комфортно выходить из неприятной ситуации. Почему бы и нет? Но вот из опыта того, что проводили подобные сюжетно-ролевые игры мои коллеги, ну, вот, были минимальными. Конечно, на уровне таких личных обид, а я хотел быть звукооператором, а мне бы хотелось быть журналистом, здесь, конечно, можно поменять потом роли у детей, ну, вот такие вещи, они весьма, конечно, легко решаются на этапе дошкольного и младшего школьного возраста. И когда мы завершаем в целом игру, я думаю, здесь можно вручить детям и эмблемы по командам, да, отметив вот все существенные моменты, может быть, грамоты или какие-то то, что нужно детишкам, блокноты, ручки, именно то, что им пригодится, вот, может, эмблемы детского сада, эмблемы вашей группы, это было бы здорово, как раз взять какие-то номинации, там, лучший звукооператор, фотокорреспондент, журналист и прочее, то есть, чтобы все дети, все, без исключения, были награждены какими, какой-то номинацией. Вот, я думаю, это как раз-то самая выравнивающая, кармонизирующая планка, которая как раз подведет детей какой-то такой положительной оценки того, что они вместе с вами, вместе с родителями проделали. Продолжая дальше разговор, тоже поэтапно показав практически алгоритм того, как проводится этот процесс, рассчитанный вот по мнению коллег даже на целые полугодия, но кто-то может свернуть это на три месяца или два, то есть, еще раз повторяю, варианты и трансформы зависят от того, какие цели, задачи и этапы вы в своей работе предложите. Ну вот, с этого слайда текущего позвольте мне представить как раз всякого рода подсказки, вот те словесные лексические игры, которые развивают коммуникативные навыки у старших дошкольников и младше школьников, вот как раз такой подготовительный такт в целом к проведению проекта. Ну, например, можно включить такие игры, как «Угадай, о ком я говорю». В словесной игре можно закрепить знания детей о различных профессиях прошу прощения и расширить их перечень, вот тот самый семантическое поле лексическое, о котором я говорила, новыми наименованиями. То есть воспитатель описывает в целом профессию, но не называет ее, ну, можно предложить, начиная от художника, диктора, фотографа, журналиста, завершая дворниками, поварами и корректорами и так далее. То есть вот репертар можно расширить и детишек нацелить на то, кто это. А в игре подбери то, что тебе нужно для работы. Здесь тоже можно детишек разбить на команды, дать им, раздать карточки с изображением предметов, которые необходимы для работы человека определенной профессии. Воспитатели или логопед также называют профессию, а детишки уже сами подбирают карточку с изображением, то и атрибутики, которые соответствуют данной профессии. Результатом, как правило, идет обогащение словаря детей. Посмотрите, это уже идет повтор не только на этапе игры, подготовительной иной этапы игры, то есть вот этот лексический словарный запас, активный именно, который постепенно будет переходить в пассивный, он будет востребован на разных этапах в разное время, что, естественно, позволит закрепиться вот этим ассоциативным образом связи, мышления и в памяти ребенка. Следующий слайд также продолжает перечень предлагаемых для вас игр, которые можно включить для подготовительного этапа к проведению проекта, в том числе и для родителей. Ну, например, можно родители подготовиться к тому, что детишки на то время, пока родители заняты дома домашними делами, стать радио или тележурналистами и провести там передачи, скажем, полезные советы, там, как сварить суп, как пожарить картофель, как поглазить брюки, не знаю, что там, во что дети могут взять интервью у родителей, которые в этот момент чем-то занимаются, и вот описать поэтапно то, что они предлагают. Следующая игра немножко посложнее по сценарию, но тем не менее цель игры телевизора научить устанавливать уже обратную связь при взаимодействии с другими людьми и тут можно выбрать кого-то ведущим телепередачи, не только одного ребенка, а можно менять эту роль, опять-таки, чтобы не было каких-то личных симпатий, антипатий или обид. Ну, остальных детишек мы делим на две группы, которые уходят в другое в соседний зал или другую часть комнаты, и воспитатель дает ведущему задание показать по телевизору, можно это придумать как окно с ширмой, или там стульчик со спинкой, вот вам телевизор, фантазия детишек хорошо в этом возрасте работает, передачу новости, или в мире животных, или там самый умный, я не знаю, все, что может детишкам в голову прийти для наименования той передачи, пока он готовится, взрослые приглашают первую группу телезрителей, рассказываем о событиях, которые будут транслироваться, да, и телезрители по описанию уже угадывают какая-то передача, и договариваются, как расскажут о ней уже второй группе детей, и вот так вот информация передается об увиденной передаче, и детей можно поменять ролями, я думаю, здесь как раз угадайка, или угадайка тоже мелодию, как раз по сценарию подойдет для того, чтобы эту игру провести, минимальное количество две команды, можно их количество увеличить. Следующая игра, она напоминает то, что на младших этапах развития, да, с детьми уже проводилась, скажем, игра, что лишнее, также из репертуара тех инструментов, которые располагают или должен располагать журналист, ребята исключают уже то, что лишнее в том, что представлено. Рисовать даже можно к процессу рисования привлечь и самих детишек, мне кажется, процесс от этого только выиграет. Далее, игра звукооператора, она, конечно, нацелена на то, чтобы научить детишек уже самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности, для этой игры необходимо звуковое сопровождение и, конечно, не обойтись без специальных приспособлений. Вот подготовительный этап к этой игре, он достаточно много времени занимает, можно привлечь родителей для того, чтобы источники разных музыкальных характерных звуков записать, например, звук гороха в консервной банке или деревянной ложке, колокольчик, то есть подготовить телефон, монитофонами мы уже практически не пользуемся, распределяем роли между собой и готовим радиопостановку, такую, скажем, сказка о царевиче и драконе, или сюжет, можете, любую задачу актуальны для них, там, человек-паук и дракон, или Иван-царевич, человек-паук, пожалуйста, и начинаем так, в далекой-далекой сказочной стране и какие-то из этапов, да, там, имитируются звуки охоты или с помощью инструментов, езда и прочего, такое музыкальное сопровождение для сказки, которую сочиняют сами дети. Ну, включаем диктофон, приступаем к делу, пожалуйста, кто лучший звукооператор в группе. Такие соревновательные вещи также можно устраивать на подготовительном этапе к реализации проекта. Ну, от звукооператора можно уже подойти вообще к созданию фильма, к той игре, которая воспитывает коммуникативные качества детей, развивает как диалогическую, так и монологическую речь и ее интенсионную выразительность. Ну, такая творческая фантазия, игра как создание фильма для того, чтобы можно было превратить часть комнаты в киностудию, подумать, пофантазировать, озвучивать разные фрагменты фильмов, быть художниками, сценаристами и, естественно, решать, как составлять сценарий фильма, пусть это даже микрофильм будет, да, координировать действия всех остальных, и можно вот с помощью, опять-таки, привлечения родителей какие-то фрагменты этого фильма создать. и оценку проводить уже не где-нибудь, а на телевизионной студии, в которую можно пригласить родителей взрослых, кинокритиков, журналистов. И вот лучший фильм, состоящий из 10 или 15 кинокартинок, присудить уже премию, премию группы такой-то, такой-то. Ну, здесь вот еще раз обращаю внимание, вот эта игра, она требует, конечно, тщательной подготовки. Ну, и, наконец, когда мы созреваем для интервью у повара или бухгалтера или заведующего детским садиком, вот предлагается такая методическая разработка на подготовительном этапе, который, вот инструкцию, я здесь тоже вам на слайде отображаю, можно уже продумать такие вопросы, чем режут хлеб, чем наливают суп из кастроли в тарелку, а на чем вы готовите еду и так далее, для того, чтобы, опять-таки, пополнить лексический запас детишек, чем человек в данной профессии пользуется в своей работе, в своей профессии. Можно делегировать в командировку, в кавычках, на кухню или, естественно, соблюдая все техники безопасности или в кабинет соседних заведующему или к музыкальному педагогу или к логопеду и, соответственно, продумать уже интервью у повара или кого-либо. Но до похода на кухню, конечно, важна предварительная беседа, вопросы, которые вам представлены на слайде. Продолжая разговор о развитии интервью у повара, мне, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание на то, о чем я неоднократно уже в наших встречах говорил и сегодня, о том, насколько важна эмоциональная основа для проведения игр или организации проекта, о котором мы сейчас с вами говорим. Почему? Потому что эмоциональная разминка, которая в пятом, четвертом, простите, пунктом предлагается, когда воспитатель, логопед, может предложить сделать детям зло или грустное или веселое выражение лица и уточняет, комментирует положение губ, правей и так далее. Почему? Потому что, как вы думаете, обрадуются ли повара, если мы придем к ним с такими вот выражениями лица. Конечно, вот работа над невербаликой, над мимикой тоже важна для того, чтобы объяснить этим, что журналисты в эфире, особенно телеэфире, экранные, их внешность тоже играет большую роль для того, чтобы провести передачу на высоком должном уровне. и наконец-то у нас творческая командировка на кухне. Комендировка, предполагающая, что как минимум двое детей-корреспондентов по очереди берут интервью у поваров. Еще раз напоминаю, что схему ведения диалога у нас перед глазами или мы ее в эту мнемотаблицу уже запоминаем. Фотографы ведут диалог с поварами, делают снимки и, подвозя итог этому интервью, здесь можно продемонстрировать письмо от взрослых журналистов, когда значки эмблемы награждаться будут значками эмблемы те, кто успешно выполнил задание и получил такую оценку от якобы взрослых журналистов. Какой ожидаемый результат подобного ведения я предложила только на примере интервью с поваром. Можно такие варианты и сценарии продумать интервью с другими профессиями. Ожидаемые результаты такие, что я вам представила здесь. Единственное, что особо хотелось бы подчеркнуть, что здесь, работая со старшими дошкольниками, мы уже с вами создаем мотивацию к учебной деятельности. В чем она заключается? Она заключается, во-первых, в этике поведения, во-вторых, в ознакомлении с разными видами информации и методами сбора их, то есть интервью, мы наблюдаем, мы опрашиваем, возможно, анкетируем. Мы составляем фоторепортаж, мы работаем над текстом, это уже основы учебной деятельности, которые мы подготавливаем детей к начальному звену образовательной школе. следующий момент, который хотелось бы также обратить на ваше внимание, это те условия сотрудничества с родителями, которые, конечно, должны активизировать мам и пап и привлечь их внимание к тем педагогическим задачам, которые совместно решаются с педагогом, в доме дошкольных образовательных учреждений и младшего школьного звена школы. Почему? Потому что воспитание ребенка в семье, в детском саду, в школе можно сделать последовательным и эффективным. Это наша общая цель, задача для того, чтобы успешно, эффективно, удачно социализировать наших малышей. Ну и среди форума работы с родителями, конечно, вы эти форумы можете список увеличить или сократить. Я предлагаю такой в рамках именно той темы, которую сегодня мы с вами рассматриваем. Вот из опыта работы коллег, как раз реализация проекта Елены Николаевны Медведевой из Зареченского я вам говорила, вот эти юнкоры, которые берут интервью или дают интервью. Среди структурирования особенностей проекта я бы выделила три этапа. Мы исследователи, поиск интересной информации. Второй этап нацелен на то, чтобы приближать к условиям правильного говорения, это приближение к нормам литературного языка, и третий этап интервьюирования. Вот он, первый этап, если его визуализировать, здесь важно знать о том, что деятельность в первом блоке, конечно, этапа направлена на общение детей, на расширение представления о себе, о том, что вы смотрите в СМИ, расширяются представления о роли газет, журналов, передач в нашей жизни, и мы формируем начальное представление о профессии, которая связана журналистикой. Вот они, качества журналистов, о которых мы еще раз напоминаем детям, и вместе с ними формулируем их, пополняем их лексикон, и здесь уместно, на мой взгляд, конечно же, не только говорить о качествах, но еще и акцентировать их внимание на том, что такое текст, что такое текст рассуждения, из чего он состоит, из каких компонентов, и как журналисты организуют этот маленький мини-текст, в котором есть основное положение то, что мы называем тезисом, то, что мы аргументируем и делаем вывод из того, что журналист говорит. Вот уже с основами текста дети ознакомятся как неким материальным продуктом журналистики, который является еще и творческим процессом, развиваем речь, рассуждая на основе некоего познавательного материала. С детьми можно составить такую интеллект-карту профессии журналист, и именно те специальности, которые задействованы в этой области. Можно обратиться к историю журналистики, можно рассказать о том, кто такой блогер, очень востребованная ныне специальность и так далее. Вот такие интеллект-карты, они тоже составляются вместе с детьми в процессе и показываются взаимосвязь между всякими видами, специальностями журналистики, жанрами телепередач и в каких сферах специалисты себя реализуют. Военная журналистика, фото-журналистика, редактура, тележурналистика и так далее. Есть даже и журналистские расследования. Вот вам пример изготовления интеллект-карты уже с детьми непосредственно на занятиях. Их рассуждения, посмотрите, и то, как каждый из них может свое мнение, оценку высказать. Второй этап, посмотрите, связан с овладением норм литературного языка. Конечно, в самом простом виде для того возраста, с которым мы с вами имеем в виду, и обращаем ваше внимание на те традиционные и нетрадиционные методы и приемы, которые мы с вами можем использовать. Но наглядное моделирование и мнемотехники я уже продемонстрировала с помощью таблиц. Схема ведения интервью можно использовать. Прием интервью это уже не просто вопрос на ответный ход, но умение продумывать вопросы, как раз полагаясь на том, что такое рассуждение, текст. Прием изо-сказка, изо-сказка как изображение сказки не случайно говорится, когда я слушаю, узнаю, когда я делаю, запоминаю. То есть во время чтения взрослом сказки детям предлагается что-то сделать, слепить, вырезать, склеить, дорисовать или изобразить сказку схематично. Такой прием изо-сказки тоже может помочь для того, чтобы нетрадиционно подойти к тому этапу реализации проекта, который вы включаете в свой сценарий. Посмотрите мнемотехники, напомню, что это система методов и приемов, которая обеспечивает эффективное запоминание и сохранение воспроизведения информации как конечный результат развития речи. Вот мнемотаблицу, эта схема, которую я уже демонстрировала, тоже заложена определенная информация в некоторой последовательности, которая легко запоминается. С помощью мнемотаблиц можно заучить стихотворение, песни, точно так же сюжеты сказок запоминать и уметь их изображать или лепить и так далее. Далее у нас идут для развития техники дикции, это темпы, силы голоса, постановка с помощью различных, ну скажем, форм и жанров фольклора. Ну если вы выберете скороговорки, ну скажем, кто у нас хороший, кто у нас пригожий, Данечка хороший, там Данечка пригожий, это уже потешки, скороговорки, которые помогают поставить определенные звуки, там жужжит над жимлостью жук, зеленый на жуке кожу, когда мы над шипящими работаем или над сонорными, согласными и прочее, то есть в зависимости от того, какие задачи вы поставили здесь и сейчас, у кого-то поставить сонорные, согласные, у кого-то, то здесь, конечно, без консультации логопеда не обойтись, и подборка скороговорок или потешек зависит уже от тех минимальных задач, которые вы на определенном этапе параллельно выполняете, работая над дикцией, темпом речи и прочими характеристиками постановки речи у детей уже на этапе интервьюирования. Можно решать несколько задач, в том числе методические, логопедические, психологические в совокупности. Самый этап интервьюирования, самый ответственный, как мы с вами сказали, и генераторами идей здесь, естественно, дети мы им помогаем корректировать, формулировать вопросы, ну и, конечно, вовлекаем в этот процесс родителей. Традиционные методы я обобщила в табличке для вас, для более визуального, удобного, комфортного восприятия, из-за того, что я уже говорила, и подразделила их на игровые, словесные, вербальные, визуальные, наглядные и практически. То, что можно не все, естественно, вместе, какие-то отдельные приемы использовать при подготовке к этому проекту. Есть числа современных интерактивных методов. Ну вот, обращаю ваше внимание на то, что, скажем, мы с вами в числе интерактивных видим, ну, нетрадиционных методов, которые я перечисляла, это синквейн, метод кластера или погружения. Ну, броновское движение, оно как метафора, то есть, когда участники нашей детишки перемещаются по саду, не в целом, а группе, с целью вот сбора информации. Далее, что такое синквейн? Напомню вам, если кто-то подзабыл, метод развития такой образной речи, позволяющей быстро получить результат, вот, слово синквейн происходит от французского слова пять, что обозначает сотворение из пяти строк, которые пишутся по определенным правилам, да, устно, буквально, напомню, алгоритм синквейна для детей, которые не умеют еще читать, ну, вот он, алгоритм, это, на елочку, да, такие условные обозначения. Первая строчка это ключевое слово, название, заголовок или тема, обычно существительное, которое определяет содержание. Вторая строчка это уже два слова, это могут быть прилагательные, которые признаки этого предмета описывают. Третье слово, строчка, там могут быть уже глаголы действия этого предмета. Четвертую строчку уже четыре слова как предложение. Ну, например, предложу, предположим, тему, слово, да, цветы. Ну, раздаю листочки, нарисуйте, пожалуйста, любой цветок в центре, можно схематично, и давайте поработаем над синквейном, да, обозначаем. Дальше прилагательные, глаголы, вот по тому алгоритму, что я вам предложила, и, пожалуйста, что мы записали. Там, допустим, ромашка, белая, очаровательная, растет, завораживает, манит, как я люблю собирать ромашки, там, любовь, весна, лето, и что-то. Вот вам синквейн, который детишками можно не рифмовки создать для того, чтобы развивать речь. Метод погружения в профессию я продемонстрировала уже на примере интеллекта как журналистика, вот можно тематическую определенную профессию выбрать. Ну, и метод кластера, это вовлечение детей в обсуждение, какими качествами должен, например, обладать журналист или тележурналист и так далее. Ну, и как под итог вот в такой пресс-центр можно коллекционировать такие детские периодические издания и на выпускном детишек их уже показать. Можно папки передвижки организовать, профессия журналиста или история журналистики в картинках с включением набора журналиста. Все это, конечно, в совокупности будет интересно и дополнять друг друга вот эти этапы. Но еще раз обращаю внимание, что подготовительный этап, конечно, очень важен и важно общение с родителями, чтобы каждый этап был успешно реализован. Ну, вот на примере коллег наших с вами, которые организовали вот такую виртуальную экскурсию в автошколу. Есть еще примеры того, как вот напротив одного садика у меня коллега работает, есть пожарная часть, была виртуальная экскурсия туда и с пожарниками такая же беседа, как и с инструкторами автошколы, вот с профессией людей, которые там работают и что происходит в автошколе, как принимают и кто принимает экзамены, из чего состоят они. Вот такие вопросы для инспекторов ГИБДД или ДПС теперь уже, да, можно начиная с этикетных форм приветствия, поддержки, контакты и завершения таких вопросов. Вот вам подтверждение тому, как брались интервью у сотрудников ДПС. Подводя итог нашей сегодняшней встречи, я представляю в виде алгоритма выпуска вот такого журналистского продукта, который я обозначила как хотя бы газета пока, да, для детей. Можно, конечно, и журнал, телепередача, но я думаю, это уже для детей более старшего возраста. Вот такие газеты, образцы с детишками коллеги выпускали. Я думаю, это весьма занимательный творческий процесс, в который мы вовлекаем родителей. И для каждого этапа можно предложить вот такие памятки для родителей в виде, ну, например, обсудить интервью с родителем или составить с ребенком интервью с кем-то, да, то есть вот такие микропамятки, которые помогут совместно слаженную работу с родителями организовать во благо общего дела, во благо достижения общей цели. Сновые источники, помимо того, что я сегодня вот упоминала, да, работа коллег, я предлагаю на предпоследнем слайде нашего занятия и благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, буду рада выслушать их. Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги, если есть вопросы. еще раз напоминаю, что презентация у наших организаторов есть, как ее получить, вам еще раз напомню, пожалуйста, пользуйтесь вот таким методическим разработком, буду очень рада, если вам это понадобится в вашей работе. Ну, по поводу сертификатов вам еще раз напомнят. Благодарю за внимание. Так, вопросов пока не вижу или, может быть, что-то я пропустила. по этой теме можно начинать со старшего дошкольного возраста и, я думаю, 4-5 лет уже, с 4 лет вполне возможно работать по этой теме. Если младше возраст, то, конечно, упрощать задания, ну, и сокращать этапы только при этом условии, иначе дети выпадут из процесса. 4-5. Начинаем с этого возраста, то есть и дошкольный возраст, ну, младшешкольникам можно даже какие-то задания усложнять, я думаю, кто работает с начальным звенем. Так, еще вопросы? Так, ну, вот, пока, ну, надеюсь, меня услышало, да, задающий вопрос. Так, все, да. Так, ну, что ж, коллеги, спасибо, благодарю за внимание. Всего доброго, до следующих встреч. Пока.